хочу обратиться к россиянам которые нас смотрят интервью ваших солдаты не покажут по федеральным каналам комментируйте ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких особенно в российских пабликах чтобы больше людей там в россии знали правду об этой войне как полное имя шуин александр николаевич год рождения какой 86 откуда сами рода улогоцкая область поселок город 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 какой череповец город стали спичек у кто-то уже был здесь есть череповца мне кажется да вполне возможно вы контрактник не мобилизованный мобилизованы а когда мы мобилизовали мобилизовали 1 октября а то что были череповецкие здесь до мобилизованы это все девятый полк семь человек из нас трое череповецких так что да вполне могли быть давайте о вас говорим да вот вам представили повестку подписали да да до этого чем занимались работал где на заводе у нас от большой завод работы много ну и соответственно таким работали ой кем я только не работал как бы я отработанный от любой не отказываюсь руки из правильного места растут так извините давайте без это как бы красок факту кем работали слесарем слесарем да какая заплата была по-разному разные называют работы разная зарплата но среднем у тысяч шестьдесят свои имел а семья есть жена дети да жена есть дети есть все это и другое есть до мальчик девочек мальчик девочка сколько лет мальчик еще маленький детский сад ходит а девочка уже большенько уже школьница жена чем занимается жена работает работает я понял что работает на кем а вот тут интересно получается разнорабочие вот то ее на метлу поставят то на лопату то на конвейер иногда эти клумбы возле конторы делают она тоже на заводе там работает да да на заводе у нас весь город на заводе грубо говоря работает а когда вот например пришла повестка что жена сказала да толком то ничего не сказала я и нервировать ее не хотел думаю чего человека нервировать думаю может я еще и не возьмут я ничего и не говорил а почему вы думали что не возьмет а кому я нужен 36 лет он как у цоя было война дело молодых лекарства против морщины 36 уже одной ногой на том свете забрали забрали ну атака 29 повестка 30 уже знал что ухожу но до самого конца ничего не говорил знаю начнутся сопли слезы и истерики думаю ничего не скажу только уже вечером спать ложится завели разговор про мобилизацию про украину еще про что-то в итоге да мол типа ерундой не занимайся а че ерундой заниматься раз в карману повестку занимался ерундой я тебя тебе говорила да вот ты чего куда и все поздно ну ладно чего уровень встанешь меня разбудил проводишь мать попробовать на мятипо называют туда думаю хорошо ночью проснулся хныкает то ли вживую то ли во сне ну мне только не понимаешь что это красочно все рассказывает очень короче не стал ничего не будить пошел от молча на сборочный пункт военника достаю с кармана открываю там и письмо вложено прочитай в автобусе но писал думаю зашибись я не достали записку оставил вами военник положено ночью пока я спал ну еще вот так вот а где взяли в районе города сватово километров наверно 20 25 черт в том районе получается от сватого я понял когда взяли взяли от 6 ноября 6 ноября смотрите у меня вопрос за что вы воевали я черт его знает кто-то воевал я для личного я узнаете наверное все таки я из той серии которые вот стадный инстинкт сказали все мобилизуем давай все мобилизуем пошли кто воевал зачем воевал сказали мобилизуем мобилизовался когда на эти называют на демонстрации от цеха надо 20 человек шариками поставить слагами помахать ты-ты-ты-ты идешь вот тут то же самое примерно надо мобилизоваться ты-ты-ты-ты-ты пошел нет у меня у меня нету идеи с приступом патриотизма у меня нет этих меркантильных целей у меня нету желание нести что-то свою куда-то туда и конечно у меня нету ошибочного желания как у немцев каждому по пяде украинской земли русской земли то есть захотел вшивну а получил вглубь это желание тоже нету так что вот стадный инстинкт мобилизуют пошел все грубо говоря смотрите а за что вы видели вообще потери россиян здесь вы имеете ввиду статистик по телевизору да он писали последний раз на экране что девяносто три девяносто тысяч что то есть за что они умерли можете ответить за стен откуда точно что они умерли я же называю их войну это не посылал приказы нет ну вот вот это ваши соотечественники которые здесь умерли вот за что они умерли вот ваше мнение откуда я могу знать я вот за себя сказал за что я казался здесь и почему не у вас я да я так можно сказать как бы стадный инстинкт а за что вот эти все все сто тысяч умерли вы понимаете или нет россиян я только что по-моему это звучал многие шли за идею правильно так хорошо а вы это как вот сам конфликт с вашей стороны вы его видите я вас прошу хорошо я вижу так в россии по телевизору в новостях нам это объясняли что донецк и луганская область решили от украины отделиться украина их отпускать не хотела пыталась их удержать силой из 14 года шло боестолкновение то есть украина стреляет по донецку по луганску луган стрелять по украине по украине стычки на этой периодичной как скажем так территории которая образовалась от между украина и донецк луганской областями россия помогала донецку луганску чем вещами продовольствием техникой за оружие не знаю предполагаю что да но об этом не говорилось что мы там поставить там украину там 20 я понял вы в это верите лично можно закончить ну конечно очень какой-то момент донецк и луганск устал от украинской агрессии стрельбы войны борьбы и облизи к россии его старший брат нас зажали силов нету выручай и вот тогда уточнись от события как вот они называют 24 февраля мы закончили да ну это ведь другой информации у меня на момент мобилизации не было то есть в это я верю на данном этапе информация только с украинской стороны то есть что мы видим новостях она совершенно противоположная той которую я получал в россии ну и скажем так мы понимаем что это информационная война не только война оружие там пропаганда там пропаганда там внушение там внушение сейчас я не знаю поверить сейчас я хорошо по-другому тоже скажу 8 миллионов украинцев выехали реально на запад от россиян это реальность 8 миллионов украинцев покинули украину нет там много не верите да города разрушены россиянами в украине так разрушен городов я лично не видел показать вам что толку вы можете показать любой разрушенный город который войне видел хоть вот это город от бомбежки разрушены ходят землетрясения если это наши когда было последнее землетрясение в украине сейчас переначивайте это же снг то дома однотипные из за заграница то дома уже совершенно другие то есть как бы я не могу сказать этот что именно это от ракета бомбы и от русской бомбы то есть даже может быть город донецкой луганской области по которому был прилет с украинской стороны пакетой там или бомбой или еще чем-то правильно нет я вам покажу то что от русских зачем украинцам бомбить свои города просто объясните мне логику объясняю легко и просто то есть мы имеем конфронт конфронтацию донецк луганск здесь от россии от украины мы не имеем конфронтации россия напала на украину россия напала на украину у меня вопрос хороший вопрос очень хорош сейчас давайте подумать россия напала на украину россия пошла со стороны донецкой луганской области чтобы из них выдворить украинский я пошла со стороны херсонской харьковской киевской черниговской донецкой и луганской областей это факт исторический уже знаете чтобы пойти со стороны киевской области нужно пройти сквозь донецкую и луганскую нет они шли из белоруссии поэтому не знаете вот тут у меня очень даже сильный к вам вопросы были такое самом деле потому что на момент моей мобилизации мы что имели что на границе с белоруссией сосредоточение сил что там сильная оборона на случай нападения украины стороны белоруссии тоже имели а вот проникновение со стороны белоруссии это кажется неправильно потому что сколько я помню что на машинах писалось в и з это восток и запад белорусская группировка войска она помечалась буквой о она не наступала и заведите стояла в этих нас передачи тоже день запад так факт захода русский войск со стороны белоруссии на киев был это факт русские отсосали факт взятие харькова то что русские зашли и отсосали там был русский отсосали в херсоне мощно русские отсосали в чернигове мощно русские отсасывали на восточном фронте мощно объясните мне где здесь защита донецкой луганской области со всех фронтов сейчас такой информации лишен но я не думаю что русские так мощно отсасывают на гектам этих областях вот такой писем я линский отсасывать я не вот такой я не спорю за щекой держит я не ссорю что какие-то эти формирования получают удары те формирования наносят удары где-то россия и преобладает побеждает где-то от украина побеждать преобладают то есть это я думаю все-таки получается зависит от в ком районе какие силы сосредоточены и насколько профессиональные военные в том районе то есть допустим показать фотки это херсон мирные жители зачем а то есть а что случилось обстрел россияна вы извините просто у нас называют телевизором сломался поэтому вчера мы смотрели познавательные передачи про становление украины по флешке и вчерашних новостей мы не видели но вот я вам покажу я не в курсе про вчерашний обстрел херсон зачем россияне убирают убивают мирных у меня нету вопрос я не генерал я не политик и кто кого все убивает из чем тут но уже приехали попросили защитить и так далее вы приехали политику делать а сейчас говорите я не политик разве я приехал политику дела вы приехали делать политику здесь лично с автоматом лично лично не лично один из сотен тысяч мобилизованных да вы как мобилизованы приехали делать политику вы мне говорите что приехали защищать донецк луганск ну а что я бы взять в плен в луганской области то есть куда я приехал а здесь в глубине украины в львовской области я уже оказался топированным что так тем почему это ну так говорите как будто бы я вот прямо отсюда посередине львовской области взялся и оказался то есть в счет я попал вы пришли воевать чужую страну чувак но это нормально военно плен не взят плен пришел чувак сока взяли в плен Да, я этого не отрицаю, да. Ну и что, и что? Каким образом я делаю политику, если я не генерал, даже не... На поле боя с автоматом Калашникова. Это как в шахматах. Пешка, кружок и кружок. Да, да, но вот это вся игра. Пешка тоже игрок в шахматах. И как можно спрашивать в пешку, а задача ферзя? Где ферзь и где пешка? Я тогда спрашиваю, какая задача пешки здесь была? Здесь выполнять поставленную команду. Какой? Моя была команда быть наблюдателем. В чего? Позиции противника. В чужой стране? В Луганской области, которая на тот момент просила помощь Чувальской Федерации. Посмотрите, как вас зовут? Александр. Александр, я немного объясню законодательство, да? Вы мне говорите, что все фейк, в это все не верите и так далее. Я вам так скажу, Луганск и Донецк, это проблема Украины? Да. Внутренняя проблема Украины, правильно? Внутренняя. Правильно? Правильно. Зачем здесь нарисовалась Россия со своей поддержкой, в том числе вооруженной и с этими добровольцами? Потому что, вероятно, Украина не смогла сама эту проблему. А вот через это она не смогла решить эту проблему, потому что пришла Россия, вписалась Россия. Но ведь сейчас же Украине помогают. Кому? Украине помогают другие страны, правильно? То есть, получается, Россия вписалась за ДС Луганска, они права, а остальные вписались за Украину, они правы. То, что оружием помогают, да, это факт. Они видят, что идет геноцид украинского народа, они не могут стоять о стороне. Пришли такие, как вы, убивать. А что, мир должен смотреть, как это зверье пришло сюда? У которого ни унитазов, ни туалетов нет? А Украина возвращалась себе в Луганскую, Донецкую область. Еще раз пойдем, еще раз пойдем. Украина могла решить проблему Донецкой и Луганской в мирный способ? Судя по всему, нет. Судя по всему, какой факт? Судя по всему, с 2014 по 2022 год, раз стрелялись между собой Украина с Донецкой и Луганской, значит, получается, не получилось мирно решить? Потому что Россия там вписалась. Россия вписалась только в 2022 году. А в 2022 года что было? Были добровольцы, были желающие, ехали со всего света туда, эти добровольцы и желающие. Я могу приехать в Россию с пулеметом пострелять? Вот я за свободную Ичкерию, мать вашу. Попробуйте. Я спрашиваю, я могу туда приехать? Попробуйте. Могу или нет? Сядь на поезд и едьте. Ну вот поэтому вы здесь пленный. И поэтому Россия на всех фронтах отсасывает, потому что это независимая страна. Попробовали, чуваки? Я гляжу, что и пробуют, и продолжают. И это стоит на том же месте, где и началось. Где? На войне. Ну вот, смотрите сами. Если бы было все так просто, как вы утверждаете, что Россия везде отсасывает, хотя, по-моему, этот термин военные действия вообще не имеют. Уступает, проигрывает, отступает, несет потери, согласен. Ну я смотрел, вот, ну типа, ну реально сидит человек, который сидит в плену, да, и он еще рассказывает, почему он в плену. Вы же оккупанты, вы это понимаете или нет? А вы хотели со мной дискутировать или на меня давить? Я хочу с вами дискутировать. Просто, ну, я вам одно... Для вас все фейк, то, что я показываю. То, что я показываю, это все фейк. Правильно? То, что касается, как бы, России и так далее. Для вас это все фейк. Я на вас не давлю. Я вам просто объясняю, как законодательство в Украине работает. У меня нету связи с внешним миром. Вот с тем самым интернетом, как у вас. Поэтому я получаю дозированную... А вы до этого не видели, как это все происходит? Вы до этого не видели? Вы мне... Весь мир знает, что Россия старалась взять Киев. Мне чел, которого мобилизировали в сентябре, рассказывают, что это все неправда. Но это пи*** какой-то. Это пи***ец. Ну, Россия... Хотела взять Киев? Хотела взять Киев. Зачем? Где Донецк, где Луганск? Вы знаете, какое расстояние от Киева до Донецка? В километража. Врать не буду. Нет, но много. Потому что Киевская область – это одна область, Донецкая область – другая область. Объясните мне, зачем заходили на Киев, Чернигов, Херсон со всех сторон? Зачем? Защищать людей Донбассом? Потому что сделать безопасную буферную зону, чтобы не могли ракеты с Украины долететь от Донбасса через эту буферную зону. А я предлагаю по-другому сделать буферную зону. Нормально гасить по БНР, по Белгороду, Воронежу, Энгельсу. И вот это будет буферная зона для нас. И для вас. Пойдет так? Вот смотрите. Пойдет вот эта буферная зона. Попробуйте. А мы пробуем. Что получаете? Конечно. Миги горят, аж пихтят. Получаете ответочку. Правильно? Правильно. Вы долбите по российской территории уже, как вы говорите. Россия долбит уже по-украинской. Что получается, зацепили не Донецк, а Луганск. Просто уже Украина с Россией уже цеплятся, сражаться. Это развитие скласса конфликта. Правильно? А чем вам надо? Если Украина хочет вернуть Донецк в Луганск и не хочет конфликтовать с Россией, дальше развивая конфликт. Потому что Украина европейская страна. Мы сейчас говорим, что вы готовы долбить уже по самой России. Это получается уже... Украина хочет быть агрессором? С вашим словом. А Россия не агрессор? В данном случае Россия не агрессор. Потому что она защищает попросивших их о помощи. Этим называют Донецк в Луганск. ЛНР и ДНР. Хотите что-то сказать украинцам? Украинцам? Нет, знаете, не хочу. Потому что я думаю, что они не будут слушать. Им и одни слова не интересны. Да и у меня нет чего-то такого, что могло бы их заинтересовать. Россиянам? Россиянам. Думаю, тоже нет смысла. Говорите одним, говорите другим, третьим. Всех свои гава на плечах. Сами разберутся. 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 Продолжение следует...